Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Это первое, что сказал Си Дин Пин, прилетев в Москву. Как ему удалось в одном предложении упомянуть Россию и международное право, сейчас расскажем. В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Си Цзиньпин в Москве. Китай занимается этим, удушением России. Чего надо бы на главе КНР и на что рассчитывает Путин. В Мариуполе хозяину Кремля местные в глаза высказали правду. Вот у меня второй этаж, первый этаж. Нравится? Этот момент вырезали из эфира на российских каналах. Кадыров раскрыл свою страшную главную тайну. Что такое Дон? Это и многое другое. Прямо сейчас на канале Нехта Лайф. Си Цзиньпин прилетел в Москву. Изначально сообщалось, что Путин встретит своего нового хозяина в аэропорту лично, но он предпочел не рисковать и остаться в бункере. Это первый официальный визит после исторического избрания председателя КНР на третий срок. А значит, поездка знаковая. Китай еще ни разу не осудил Россию за вторжение и не поддерживал осуждающие резолюции ООН. Зато обвинял США и Запад в провоцировании конфликта. Но визит Си в Поднебесный называют дружеской миротворческой миссией. Хотя на Западе и в Украине опасаются, что он может тайно поддержать Россию в войне и обходе санкций. Китайцы сегодня пытаются выжить по максимуму из этой России. То есть раздербанить тушу, которая еще не убита, безусловно, ни нами, ни Западом. Но они хотят быть первыми на раздаче мяса. Вот, например, визит Си в Москву. Подпишет ли он там множество соглашений? Я верю, что да, что прямо подпишет. И соглашения эти будут экономическими. Вот я думаю, что надеюсь, что Китай занимается этим, удушением России. Не с целью удушения, как мы, или как Запад. А с целью заработать много денег и постепенно прибрать всю эту их инфраструктуру и всю эту добывающую индустрию себе. Песков подтвердил, что обсуждать главы государств будут именно китайский план мира. Других вариантов у Путина, видимо, и нет. Накануне хозяин Кремля опубликовал статью в главной китайской газете, из которой стало ясно, кто из них старший брат. Риторика и положение Путина все больше напоминает потуги его наколенного диктатора Лукашенко. Тут и подхалимские приветственные билборды и бодрые заявления в стиле мыши-братья. В России настоящий друг, как родной брат. В этом наши народы очень схожи. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение устава ООН, уважение норм международного права. Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Начать войну, чтобы потом желать мира. Только самый гениальный и великий геостротек современности способен на такое. Си Цзиньпин, кстати, тоже написал статью для российских СМИ. И кажется, вот самое важное, что он хотел донести. Отношения России и Китая основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Но Путин так не умеет. О своих реальных намерениях он зачастую проговаривается в интервью излишне благонадежным журналистам. Те ничего за своей Кремледи Гагой не подтирают и спокойно выдают в эфир даже признание для международного уголовного суда. Оказывается, в 2014 году Россия просто была не готова к полноценной войне с военной и финансовой точки зрения. А так бы еще тогда Киев взяли. У нас тогда не было гиперзвукового рожда, а сейчас есть. И да, мы его не применяем фактически, но оно есть. А в 2014 году ничего подобного не было. И третье, а может быть даже первое, мы укрепили свою финансовую систему. На банке наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году, очень трудно сказать. Так вот, где они были 8 лет, воевать готовились, а говорили, что это Запад нападение планировал. Еще один прокол, на этот раз не только пропаганды, но и охраны с чемоданчиками. Во время прощания Путина с Мариуполем в эфир просочился крик души местной жительницы, который сначала многие не разобрали. Как оказалось, женщина, которую, видимо, не допустили к встрече с Путиным, сказала как есть. Это все неправда, а это все на показ. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Эти кадры из российского телеэфира вырезали. На видео видно, как два ФСОшника засуетились в поисках источника звука, а на третий стал подавать жесты руками. Не доглядели. А вот дублер Путина и глазом не моргнул. То ли в маске неудобно, то ли, к словам, неправда. И на показ он уже давно привык. Ночной президент своей вылазкой хотел показать, что Донбасс вроде как навеки с Россией. Но если что, уехать патриотом оттуда можно будет так же быстро, как это сделал он, не дожидаясь рассвета. Подробнее о последних поездках Путиных расскажем в среду в еженедельном формате посреди на канале НЕХТА. Не пропустите ссылка в описании. Общий темп наступления РФ снизился. В битве за Бахмут наблюдается кульминация. Наступательные действия оккупантов за последнюю неделю значительно сократились. Зато количество потерь выросло. За последнюю неделю украинские военные ликвидировали почти 6000 захватчиков. Приземлили 51 беспилотник, один самолет и вертолет. Разгромили 66 вражеских танков, под сотню артиллерийских систем и бронемашин. Президент Чехии и генерал в отставке Петр Павел считает, что у Украины будет только одна попытка на успешное контрнаступление. Ресурс Запада не безграничен. Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно. А Пригожин уже вовсю готовится к украинскому контрнаступлению и высказался о реальных перспективах оккупантов на фронте. Как перспективы туманные, а пока идут интриги, разборки и палки в колеса, то они мешают воевать. Поэтому каковы будут перспективы и что нужно делать? Нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника и быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что время на подготовку у нас еще пару недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить боржоми. Кстати, Пригожин метит в президента и активная кампания Пригожин 2024 разворачивается в интернете. Промо-ролики заказаны во вражеском ютубе, а продвигать лысую кандидатуру предлагают так же, как и вербуют людей в свои ряды. То есть всем без разбору обращались даже в нашу редакцию. Рамзан Кадыров раскрыл страшную тайну. Он, наконец, объяснил значение своего легендарного слова «дон». Что такое «дон»? «Дон» – это для связки слов. Короче говоря, вот тот же самый «дон» – для связки слов. Я уверен, что огромное количество россиян это интересно. Ну, чтобы они знали, это такого значения не имеет просто для связки слов. Вообще поговаривают, что в Чечне излишне частое употребление слова «дон» считается признаком отсталости. Но Кадыров с этим не считается. И количество сказанных «донов» тоже не считает, хотя счетчик на руке у него есть. Оказывается, это не медицинский прибор, а устройство для подсчета молитв. Наши недруги думают, что это медицинский «дон», какой-то аппарат «дон». Вот смотрите, это «дон» – электронный счетчик «дон». Я читаю молитвы «дон». Так что «дон» – 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 «дон»…» Зато у него есть перспективы. Например, потом можно будет устроиться на работу в ЧВК «Вагнер» в Африке. За этот континент Россия, похоже, взялась всерьез. Там уже даже нашли те самые легендарные американские биолаборатории. Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами. Не будет преувеличением сказать, что это один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Со времен героической борьбы народов Африки за свою независимость, общеизвестно, насколько значимую поддержку оказал в свое время Советский Союз с народом Африки в борьбе против колониализма, расизма и апартеида. Ну и куда же без помощи и милосердия тем, кому эта помощь действительно нужна. Из федерального бюджета выделяется более полумиллиарда роз рублей на автомобили скорой помощи для Анголы. В то время как обычные больницы, если их можно таковыми назвать в сверхдержавных городах Волгограде и Кемерово, выглядят как-то так. Когда-то Россия входила в большую восьмерку и вызывала у кого-то зависть. Сегодня она гордится построением многополярного мира с эсватини. Обмен опытом между российским парламентом и парламентами африканских государств представляется бесценным. Когда-то Советский Союз помогал африканским государствам освободиться от колониального гнета. Они построили свою самобытность и теперь наша задача уже как равноправные партнеры обменяться законодательными практиками и выстроить удобные модели для развития. Прорыв за прорывом, рост за ростом. По уровню ВИЧ Россия уже успешно догнала Африку. Какие следующие рекорды? В августе Путин, кстати, планирует посетить ЮАР. Республика заявила, что знает о юридических обязательствах, связанных с ордером на его арест. Весна пришла, погода на неделе в нашем регионе будет преимущественно теплой, а температурный фон ожидается на уровне середины апреля. Хотя и без осадков не обойдется, говорят синоптики. В Беларусь с юга возвращаются гуси и перелетные птицы. Это видео снято в Светлогорске. В общем, лето грядет, пускай же с ним наступит и мир. Субтитры создавал Светлогорске. А на эту минуту у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах, а поддержать развитие ютуб-ресурсов нехто можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх распространения наших роликов продвигают их среди других пользователей. Так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok